Интересно, что золотой жертвенник курения почему-то в послании к Иерареям оказался святом святых. Непонятно. Но, с другой стороны, логически говорят, что дым, да, дым от жертвенника курения, он проникал через завесу святого святых. И вот, смотрите, здесь пять столбов, это пять книг Торы. А что же тогда символизирует четыре столба? Да. Но об этом еще во времена Маше не знали, да? И только сейчас мы узнали. Видите, в Евангелии было много. Много было людей, которые пытались писать о жизни Иешуа. Но только четыре Евангелия признаны каноническими. Вот, вы смотрите, в освятилище там написано. Да, где-то в 10-м, по-моему, главе. Ну, так вот написано там. Освятилище. Ну, в общем, короче, по-моему, там есть расхождение, так, толкование. Хорошо. Сейчас мы посмотрим. На перерыве давайте посмотрим. Итак, хорошо. Завеса. Завеса – парохет. Завеса на юриде – парохет. Так, парохет. Там похоже, как перех – цветок, но здесь другое п. Да. Па-ро-хет. Па-ро-хет. Завеса. Поэтому здесь другое х и другой смысл. А для однокоренные слова – парах – давить, ламать. То же самое перех, только уже с таким х – раздавить, ламать, отвергать. Гид – перех – раздавленный, разбитый, отвергнутый. Сделана была завеса из скрученного вессона, подобного того, которым была покрыта сама скиния. И там были золотыми нитками вышиты кровим. И мы знаем, да, что кровим что символизирует? Помните? Отделение, да? Духовного мира от физического. И здесь тоже она как бы разделяла. Чтобы не было проникновения, ничего нечистого, за завесу. Столб называется амут. Амут. Амут буквально – это стоять, да? Корень амат означает стоять. Поэтому можно перевести слово. Столб, в данном случае, стояк. Есть такое русское слово? Вот это наиболее близко, да, по смыслу. Да, стойкий. Стояк. Если те, видите, корыши, кореши, кореша мы были, и мы должны быть корешаться друг с другом. Так? То здесь каждый столб стоит по отдельности. Поэтому он по-другому называется. Стояк. На нем имеются крючки. Вавахим от слова вав. Крючок – гвоздь. И это напоминает жертва. Зав, завах – жертва. Помните, мы говорили, слово зав означает течь, истекать кровью, да? Вот, зав – это имеющее истечение крови. Зав, завах – это жертва. Зав, истекающий кровью. Завах. Крючок – вав. Крючок – вав. Хорошо. Еще была завеса для входа в скинию. Она была сделана из скрученного вессона, и такого же, как отделяющая святое святых. И она стояла уже на… Столбы стояли на медных подножьях. То есть, то, что соприкасалось с внешним миром, и все предметы двора в скинии, о которых мы будем говорить, они были сделаны из какого материала? Из меди, да? А в скинии стояки, основания стояков были сделаны из серебра, но столбы были покрыты медом в отставках. И дальше мы уже переходим к устройству жертвенника. Если вы поймете, первоначально жертвенники как делались? До того, как было сделано скиния, ну, иногда тоже походные жертвенники, брали какие-либо камни, да? Складывали из них некое возвышение. Возвышение по-гречески называется алтарь, да? От слова «альт» – высокий. И таким образом возникал жертвенник. Но в данном случае этот жертвенник был особо переносный жертвенник. Интересно, что жертвенник сделан из акации. Казалось бы, то, что должно соприкасаться с огнем, да? Не должно быть сделано из дерева. Но те части, где разводился огонь, то есть сетка, на которой находился, сам вот медная, она была сделана из меди. Но сам жертвенник был из акации. Четырехугольным. Пять локтей в длину, пять локтей в ширину и три локтя в высоту. Значит, полтора метра высоты, да? И пять локтей два с половиной метра в длину и два с половиной метра в ширину. Сколько это два с половиной метра длиннее, примерно, этого стола, да? То есть, довольно приличная конструкция. И если ее носить, то она тоже немаленькой тяжести была, да? И по четырем углам жертвенника выступы, выступы, которые называются керенотав, керен, это что? Рог. Выступы рога жертвенника, поэтому говорят. Составляющие единое целое с ним. И покрой жертвенник медью. Сделай для него горшки, чтобы сгребать в них залуков, ши, чаши, вилки, совки и так далее. Сделай на нем решетку, медную сетку. Отсюда происходит известное барбекю. Если можете себе представить, как жертву, примерно, наверное, так жарилось, как барбекю, да? А? Из меди, из меди. Все, что снаружи делалось из меди. Медную сетку. И сделай на этой решетке четыре медных кольца по четырем углам ее. То есть, чтобы можно было ее снимать и переносить. Помести ее под уступом ведущего окружения жертвенника. Решетка должна доходить до середины высоты жертвенника. До середины высоты жертвенника. То есть, жертвенник, да? Он как бы полый, да? Вот если мы разрез жертвенника возьмем, он как бы полый, он засыпался землей для того, чтобы прогоревшая на решетке. Ну, как колосник называется, да? Есть такое? И вот эта сама решетка, она находилась ниже жертвы. Видите, чтобы воздух, который дул ветер, не задувал то, что горело на решетке, да? И прогоревшая, она куда высыпалась? В землю, да. Прогоревшая высыпалась в землю, зола. Вот, а здесь горела жертва и дымилась. Вот такое примерно строение. И к жертвеннику, да, вел пандус. Почему нельзя было жертвенник, видите, он довольно большой, да, два с половиной метра, два с половиной метра, и здесь полтора метра. Почему нельзя было сделать ступеньки к жертвеннику? Говорят, для того, чтобы не загалялись ноги, поднимающиеся когена, да? Но у когенов были брюки, да? Значит, не знаю, можем гадать. Вот такой пандус, и на нем не должно было быть ступеней, да. Возможно, тянуть легче жертву быка за рога, втаскивать туда, да? Есть у меня еще изображение такого, но это не по-яволейски, я не знаю, может и так было. В виде с четырех пандусов. Пандусов. Посмотрите. Ну, тогда будет похоже на крест. Правда? В виде четырех пандусов таких. Похоже на крест. Жертвенник мизбэах. Мизбэах, видите, этот корень завах. Ах, да? Мизбэах. Мизбэах. Так, хорошо. Завах жертвы, кровопролитие, приносить жертву, устраивать жертвоприношение, проливать кровь. Жертвенник, который был жертвоприношение, был в пять раз больше, чем жертвенник для курений. В длину и в полтора раза выше. И был пустой внутри. Пустой внутри. Невув. От слова пустота, навув, отверстие. Навав выкапывать, сверлить, бурить. И жертвенник, это символизирует что? Жертву Ишуа Мессии. Крест, это тот жертвенник, на котором была принесена жертва Ишуа Мессии. Итак, что жертвенник символизирует? Жертву Ишуа Мессии. И крест, на котором была принесена эта жертва. Но что же это за рога? Были керенотав. Аф это означает его рога. А корень керен. Керен это рог. Керен. Что символюсирует рог? Рог. Ну всякое животное, которое с рогами, оно бодается, да? Оно может противопостоять любому хищнику. Если оно подставит свою шею, ну тогда хищника может захватить. Но иначе рог, власть, могущество, а также луч, проблеск, сияние. Еще интересно, что керен означает фонд, капитал. Фонд, капитал. Вот были специальные копилки, да, фонда для Израиля. Керен, фонд, капитал. Поэтому можно было бы слово капитал. Карла Маркса перевести на иврит. Керен. Капитал. Это нечто, имеющее власть, силу, могущество. Поэтому не только рог по-простому, так значит, роги есть, да? Вот если есть у Сафонии, помните, придут рабочие и собьют роги вавилонскому там какому-то, да, божеству. Типа, роги я вам пообломаю. И они пошли сбивать роги вавилону. То есть вавилон лишится своего могущества. Решетка михебар. Да, михебар от слова хавер, да, михебар. Что такое слово михебар? Присоединение, соединение, да? Решетка михевар. Михевар. Вот. Интересно, что здесь было воспитывано михебар, заплетенная решетка. Вот. А также есть род сетки. Первый раз она названа решеткой, второй раз названа сеткой. Называется маосе, решет. Сделай. Решет. Какое слово русское слово? Решито. Сделай слово решето тоже. Сеть, сетка, а также раш, нищий, бедный. Помните, есть они бедные, есть раш, бедные. И были шестые, тоже на кольцах. Также, как помните, мы говорили о кольцах и шестах, которые были где? Для переноски, да? Для переноски этих самых арона. Хорошо. Принадлежности были горшки. Называется сиротав. Почти как русская сирота. Сир – это вообще кастрюля, сосуд. Вот. Кстати, выражение «компьютер для чайников» по-еврейски будет «махшев ле сирут». «Махшев ле сирут». Сар-сур – отворачиваться, отклоняться. Русское слово «сирота» – отверженный, тот, от которого отвернулись. Сирота, он тоже имеет как бы еврейский корень. Тот, от которого отвернулись все родственники и сама судьба. Да, хасир – отодвинуть, убрать, положить в святыню псам. Пепел жертвы был тоже святой. Он в определенное место относился. Чаши были «мезерекатав». От слова «мезрак» – «чаша» – «бассейн». А «зарак» – «бросать», «распылять», «выбрасывать». «Зарак», да, значит, «зорик». Помните, мы говорили имя там? Вилка «мезлег», «мезлегатав». От слова «залах» – «капать», «течь», «бить», «струиться» и «наносить рану». Мол, можно вилкой уколоть. Я не пишу вам те слова, которых не требую на тесте. Немножко вам легче, да? И угольницы «махта» – это лопата с жаровни совок от слова «мехита». Ужас, разрушение. И помните, мы говорили «хата»? Еще означает что? Помните? «Ачах», да? «Хата»? «Ачаха» – «сюда дом, где есть очах, называется хата». Ну, теперь уже мы будем говорить о дворе Скинии. Сделай ограду двора, на которой будет стоять шатер. С южной стороны сделай занавес из скрученных льняных нитей. Длина занавеса на одной стороне двора – 100 локтей. И сделай там 20 столбов и 20 медных подножий, крюки и так далее. И так далее. То есть, еще одна завеса. И мы видим, что если вход в Скинию находился с восточной стороны, то где находилась эта завеса? С южной стороны. Как бы получалось сбоку. Вот, посмотрите, строение. Строение Скинии. Видите, здесь сам мешкан или палатка, который покрыт кожами. Мы уже говорили о том, что находилось внутри мешкана. И здесь еще определенные вещи. Жертвенник. Потом еще кийор. Умывальник. Кийор – умывальник. Вот. И в этом умывальнике, значит, осуществлялось непосредственно омовение. Но не в самом умывальнике, а как мы говорили, из умывальника. Двор означает от слова хэцер. Хэцер – это ограда. Ограждение. Хэцер. Хэцер – ограждение. Ограда. Хуц. Знаете, есть такое ограждение? Бахуц. На улице, да? На улице или во дворе. Вне чего-либо. Вне чего-либо. Длина 100 локтей, ширина 50 локтей. То есть, длина 50 метров. Ширина сколько? 25 метров. Хорошо. Двор был огрожен, значит, с каждой стороны. С южной и с северной 20 столбов. А с западной и с восточной стороны по 10 столбов. И эти столбы уже на каких были основаниях? На каких основаниях были столбы? На медных. Эти столбы были на медных основаниях. На медных основаниях. Хорошо. Высота завес была вдвое меньше, чем самой скинии. Только 5 локтей. То есть, скиния была видна снаружи. И это означает, что еще выше этого мира. Выше этого мира. Теперь мы посмотрим, что же символизируют непосредственно сами вот эти вещи, находящиеся в скинии, да, и в устройстве самого двора. И как можно оценивать, да, оценивать то, что сделал Ешуа и мессианское значение этого. И мессианское значение. Сколько у нас до перерыва? Давайте сделаем немножко.